Ну что ж, здравствуйте, это Игорь Виттель, это Парадокс с Игорем Виттелем на волнах Финам.фм, телефон 165 10 99 6, ход города 495, или пишите нам на сайте финам.фм, на странице нашей программы. У нас в гостях Андрей Николаев, корректор Московского государственного машиностроительного университета МАМИ, Ирина Абанкина, директор Института развития и образования в высшей школе экономики. Андрей, добрый день, Ирина, добрый день. Здравствуйте. Сразу, наверное, устроим голосовалку. Короткий номер 55 и 33, русская буква А вы посылаете на этот номер, если вы считаете, что за последние 10 лет российское образование в целом улучшилось, 55 и 33 Б русское, если считаете, что оно за последние годы ухудшилось. А у нас сразу есть письмо, с которого я и начну. Так, наверное, порвающая Ирина. Объясните мне, приз неразумному, пишет некто Игорь, причем не я. Ну, у меня, видимо, мои обращения и оборот речи заимствуют. Как можно учить чему-то, если никто не знает потребности в кадрах? И на вопрос, какой у них выпускников образования, можно ответить изрядное и только. Ну, вы знаете, подготовка кадров для кого-то другого, для экономики, такая индустриальная модель. В индустриальной модели, конечно, это нужно знать. Если мы считаем, что главный успех, залог успеха, это компетенции самого выпускника, как, знаете, любит сказать, Гарвард ищет себе работу, выпускники его и ее создают. И в этом смысле, действительно, в креативной экономике, в современной интеллектуальной экономике набор компетенций позволяет и создавать новую работу, и формировать новые бизнесы, и продвигать в этом смысле экономику вперед. Под тех, кто уже работает, и те бизнесы, которые есть, тут достаточно просто профессиональных навыков, обучения, совсем не обязательно университет. Ну, это был частный вопрос, у меня вопрос к Андрею. Андрей, значит, вот у нас постоянно идут драки, и последняя была там несколько недель назад, вот первая моя передача была на радиостанции «Финам», мы разговаривали вообще о трудоустройстве, о том, нужны ли России мигранты, много было аспектов трудовых. И в очередной раз прозвучало, государство вообще ничего никому не должно, государство не должно думать о том, какие кадры ему нужны, какие выпускники ему нужны, государство не должно смотреть вперед. При этом бизнес жалуется, что кадров нужных нет, а высшие учебные заведения выпускают абсолютно не то, что нужно бизнесу. Свои, примерно, учебные заведения, при этом бизнес практически не создает. Средние учебные заведения жалуются, то есть они просто разрушены, средние специальные, я имею в виду, то есть дефицит рабочих специальностей чудовищный. Про начальное образование и среднее образование говорить уже вообще не приходится, недовольны все. Вопрос. Куда должно двигаться образование в стране и что нужно государству? И должно ли вообще государство думать о том, какие кадры ему нужны? Такое долгое вступление к этому вопросу. Хорошо, я могу специально для тебя спросить, государство вообще что-то должно или не должно? Государство должно задумываться? Ну, разумеется. Российская Федерация, наш государство должно регулировать так или иначе в среднесрочной перспективе потребность разных отраслей экономики. Задача высшей школы, задача других учебных заведений так или иначе реагировать на спрос. Но здесь во многом роль не только государства, а роль профессионального сообщества. Профессиональное сообщество я имею в виду тех профессиональных объединений работодателей, которые уже есть, но которые не всегда могут точно спрогнозировать потребность, реальную потребность в кадрах. Сейчас ситуация меняется к лучшему. Можно сказать, что за последние несколько лет профессиональные объединения работодателей более или менее научились формулировать задачи и требования по отношению к высшей школе. И государство... А что такое профессиональное объединение работодателей? То есть это люди, которые... Это какие-то формальные организации или это просто вот некое абстрактное сообщество, которое внутри себя... Ну, это в любой отрасли такие объединения есть, начиная от юристов, заканчивая машиностроителями, бухгалтерами там и так далее. То есть так или иначе у нас... Ну, плюс, конечно, объединения типа опоры, РСПП, деловая Россия. Да, которые координируют вообще эту деятельность. Нет, нет, вот объясните мне неразумно, как говорят мы радиуслушатели, простите, я тебя привыкла. А как они это формулируют? И чего они тогда потом жалуются, что не те кадры выходят? Они формулируют несколькими способами. Самое главное из них это создание национальной рамки квалификаций и профессиональных стандартов. Не образовательных, а профессиональных. Это требования к тем компетенциям, навыкам, знаниям, умениям, которыми должен обладать человек, работающий в этой профессии. На основании современных профессиональных стандартов, соответственно, разрабатываются образовательные. По уже многим профессиям эти стандарты сделаны. Сейчас эта работа идет очень активно, но она идет, к сожалению, 10 лет, немножко не тем темпом, который хотелось. Отлично. Тогда, значит, прям к твоему университету, который теперь называется Московский государственный машиностроительный, просто вы несколько раз переименовывали за последние годы? Один раз. Ну, за последние несколько лет. Тебе все время что-то... Ирина, мы вас не шокируем, что мы на ты, мы просто давно хорошо знакомы, поэтому... Тем более, что, Андрей, ты потерял титул самого молодого ректора в России теперь, да? Ну, рано или поздно каждый молодой ректор теряет. Мол, здесь она всегда уходит. Ну, неважно, поэтому я на правах старшего, товарищи уж, если... Андрей, объясни мне, пожалуйста. Значит, кузница кадров в автомеханический институт, да? При том, что в стране автомеханические кадры в последнее время, в общем-то, скажем, там, сила приложения, точки приложения автокадров все меньше и меньше, по-моему. Но мы тоже диверсифицируем свои образовательные услуги. На самом деле, и в автомобилестроении не все потеряно. Создаются инжиниринговые центры, создаются дизайн-бюро. Просто, может быть, в таком количестве... Зарубежные, в основном. В том числе и на территории Российской Федерации. Да, но зарубежные. У нас, как бы, но зарубежные. Ну, и не только зарубежные. Бренды, которые пришли на российский рынок. Даже АвтоВАЗ, например, не грешит созданием своего дизайнерского бюро. Допускаю, возглавил француз на сегодняшний день. Допускаю, что на каком-то этапе возглавит выпускник МАМИ, коих довольно-таки много, именно в дизайн-центрах. Ну, можно назвать... А вот почему-то да. У вас, вот, можете переименовать университет в дизайнерский. Потому что, насколько я знаю, ученики этого университета себя в основном показывают именно в дизайне. У каждого вуза есть своя фишка. Наша фишка, конечно, автомобильный дизайн. И мы очень гордимся нашими выпускниками. Но это не означает, что у нас нет талантливых, хороших, качественных выпускников по другим направлениям подготовки. Вот они где? Они выходят и учатся, и дальше работают где? Игорь, но учитывая, что у нас миллионы автомобилей в Москве, не всегда нужны только руки, чтобы закручивать гайки. Машиностроение не закручивать гайки, а строить автомобили. У нас свое машиностроение мы плавно загубили уже, можно считать. У нас есть отверточные сборки пришедшие. Мне интересует, куда идут твои ученики. Ну, Игорь, уровень локализации и требования государства повышается. Соответственно, потребность в инженерных кадрах явно будет расти. Может быть, не теми темпами, как это было в СССР. Именно поэтому мы развиваем свои направления подготовки не только в области автомобилестроения. Хотя это еще не та отрасль, которая погибла. Нельзя об этом так сказать. Да, национальный советский автопром в классическом смысле этого слова, наверное, уже умер. И что нет. И в мой родной МАИ идут люди, хотя тоже авиастроение у нас еще, по-моему, в более худшем состоянии. Ну, трудно сказать. Ну, если не считать военно. Ирина, основные проблемы. Почему основные волны такие негатива у нас все время выхлестываются на министров образования? И заслуженно выхлестываются. Почему? Заслуженно, несомненно. Недовольство – это, в общем-то, даже в каком-то смысле нормальный феномен. Потому что мы все живем в очень быстро меняющемся мире, с меняющимися требованиями, представлениями о нем. И оказаться устойчивым, оказаться перспективным в этом мире довольно сложно. В отношении, кстати, нашей школы у нас очень позитивные результаты. В школе какой? В первую очередь предметно ориентирован. В предметно ориентирован это Пирлс четвертый класс, это Тимс, Пирлс по чтению и пониманию текстов, Тимс по математике и естествознанию четвертый, восьмой класс. Мы там, по Пирлс вообще лидеры, и подтвердили в одиннадцатом году свое лидерство после седьмого. Там мы в пятерке на протяжении долгого времени результаты улучшаем. Переди нас ни одной европейской страны. На уровне с нами Финляндия, 33 страны после нас. Переди только Тихоокеанские тигры. В этом смысле, если говорить о предметно ориентированной школе, да, мы это удерживаем и мы это умеем делать. До какого момента? Мы это удерживаем до тех пор, пока не становятся слишком очевидны дефициты в рассуждениях, в понимании, в применении, в решении конкретных жизненных ситуаций. Когда знание становится инструментом, можно сказать, принятия решений для себя и так далее. Вот здесь мы действительно снижаемся, хотя вот есть ожидание, что и в ПИЗе мы улучшимся. В этом смысле, конечно, очень трудно опираться, и работодатели ведь высказывают эти требования. Им нужны те, кто умеет принимать решения в нестандартных ситуациях, те, которые умеют работать в команде, которые умеют учиться, умеют дилировать и собирать информацию. Это должна вроде бы даже школа сделать. Я вот Андрея тут поддерживаю. Если ему этим надо заниматься, тогда дизайнера не успеешь подготовить. А тем более машиностроителя в серьезном смысле этого слова. Но вот это перепроектирование задач образования, образовательных результатов, технологий, которые позволяют это достигать, это очень серьезная проблема. А кто должен этим заниматься? Почему у нас нет такого стратегического видения ни у главы государства, ни у людей, ни у министра образования? Почему происходят все время какие-то вещи, которые в профессионалах отрасли вызывают некое, мягко говоря, недоумение и отторжение? Знаете, нам очень трудно достичь консенсуса взаимного согласия и понимания. Очень многие у нас апеллируют к прошлому и пытаются на место будущего подставить некоторый миф о прекрасном положении. Либо ничего не делают вообще. Да. Иногда оказываются просто некомпетентны в решении сложных интеллектуальных задач. Либо те, кто делают, делают не так, с чем согласны и население, и семьи, и работодатели. Об этом после выпуска новостей буквально через минуту вернемся в студию. Оставайтесь. Ну что ж, возвращаемся в студию. Это Игорь Виттель и это «Парадокс» с Игорем Виттелем. Финам.фм. Сайт нашей программы «Парадокс». Пишите нам туда или позвони на рот мой 6510996. Код города 495. Студия у нас Андрей Николаенко, ректор Мамии, Ирина Абанкина, директор Института развития образования. Образование, простите, высшей школы экономики. И мы продолжаем беседу о проблемах в российском образовании. Я не призываю вас звонить. Да, 5533, короткий номер, буква, если вы считаете, что за последние годы российское образование улучшилось. 5533 и русская буква «Б». Если вы считаете, что нет, пока 100% считают, что нет. Андрей, а кто вообще должен обладать у нас стратегическим обведением? Какое образование нужно России? Либо я должен сам думать о себе и понимать. Да, я вот хочу потом работать, ну, условно, юристом. И поэтому я должен себе подобрать образование, за него заплатить, причем выбрать тот вуз, который даст мне соответствующие квалификации и так далее. Либо государство должно, как в советские годы, понимать, там нужно примерно столько-то юристов, примерно такой-то квалификации. То есть такое старое, замшелое советское, но при этом работающее. Либо это вообще миф, что при советской власти, хотя это в силу молодости, может не помнить, было качественное образование. Меня тут молодежь разнесла в телеэфире, сказали, что вот, типа, ничего я не понимаю, при советской власти образование было хреновое. Вообще все было хреновое, наука была на самом деле, этому все преувеличиваю. На самом деле мы были оставшие замшелы. Ну, однозначно нет ответа, если говорить, например, о гуманитарных дисциплинах при советской власти. Да даже в технических дисциплинах добрая четверть или треть времени у студентов тратилось на изучение истории КПСС, научного коммунизма и так далее. Вот молодежь, Ирина, ты пошла как-то. Историю КПСС уже не нравится. А я не считаю, что от того, что я учил историю КПСС, научный коммунизм... Ну, много вранья, много вранья, которые убивали. Мы же могли в это время потратить совсем на другое. На технические, например, инженерные науки. На очень интересные гуманитарные. Вмани историю «Единой России» у тебя сейчас еще не преподают? Нет. И нету никаких гуманитарных абсолютно? И к этому нет предпосылок. Как и в любом другом высшем учебном звене. Ты не считаешь, что базовое гуманитарное образование даже в техническом университете должно быть? Конечно, должно быть. Потому что человек должен равномерно развиваться. Но оно не должно быть замшелом, не должно быть вранья. А все это было. И говорить так вот, что высшая школа советская была идеальной и очень хорошей, где-то была в точных науках однозначно, в фундаментальных науках однозначно. И то, вот взять там его отца, выпускника Мехмат МГУ. Ну ведь на самом деле, значительная часть времени потрачена впустую на изучение того, чего не было. Вбивали в голову вранье. Ну, и уже никто в это не верил. А в прикладных дисциплинах тоже вранье вбивали? Или просто... Нет, ну в точных науках, какая бы власть ни была, ну трудно что-то придумать такого, чтобы там... Хотя у нас были очень серьезные здесь провалы. Отрицалась генетика, извините. Конечно, кибернетика, лингвистик, и все остальное. Мне просто повезло, что я заканчивала, когда были созданы на экономической факультете, экономической кибернетикой факультет ВМК в университете, когда было отделение структурной лингвистики. И я помню, как академик Шаталь, на котором мы учились, выдавая нам дипломы экономист-математик, говорил, давайте политэконома выдадим экономист-филолог. Потому что экономиста не бывает без математики. Просто не существует такой профессии. В этом смысле у нас, конечно, это миф, что у нас было прекрасное образование. Где-то оно было хорошим, где-то было много диалоги. Спором внутри научных школ и убийством очень многих серьезных и перспективных научных направлений. Причем убийством фактически чисто политическим и вытравливаемым. Кстати, мы спрашивали у немцев, что у них случилось после войны. Сумели ли они восстановить те школы научные, которые были разбиты просто по национальному признаку? До сих пор не сумели. И сказали, мы создали другие, но темы не восстановили. Часть из них есть в Америке, работает именно как научные школы. А мы тоже убили, выжгли до конца. А тогда почему же не научные сообщества, скажем так, сообщества учителей, преподавателей с таким возмущением воспринимают все новые инициативы, которые были? Это в традициях и менталистете людей. То есть на самом деле все хорошо. Нет, все серьезно и плохо, мы плохо умеем работать. Сейчас, сейчас, дайте Андрею сказать, не забивайте его. Я хочу шпон какую-нибудь гадость, сказал Ирина. То, что мы с вами успеем. Не то, что гадость. На самом деле, специальное сообщество, оно разное. Кто-то воспринимает любую новацию в штуке, ну просто. Ну а ЕГЭ ты как воспринимаешь? Вот я как ректор, нормально. Ирина? А у нас давно принимают по ЕГЭ. Нет, я понимаю, не то, что принимают, вы вот лично как профессионал отрасли. Я считаю, его надо совершенствовать, но сама система независимой оценки обязательно должна в стране быть. Обязательно. И благодаря ей, кстати, у нас есть хорошие. То есть в целом вы положительные относитесь к этому? Как к системе итогов аттестации, да, конечно. Объясню, почему много раз в средствах массоверации я свою точку зрения высказывал. Когда ректор ВУЗа принимает свой ВУЗ по ЕГЭ, если это не творческие специальности, конечно, если это не литература и какие-то такие вещи, где действительно нужно совершенствовать этот инструмент, то ректор ВУЗа, ну, любой звонок извне отвечает, ребята, сдавайте ЕГЭ. Но есть один момент, который надо, конечно, государству совершенствовать. Это не допускать коррупцию, ее переходы из высшей школы в среднюю школу. Вот если это угрожает люди... Пусть живет в высшей школе. Я понял от этого. Как раз наоборот. Сейчас сделано так, что в высшей школе минимизированы риски коррупции по приему. Главное, не допустить распространения этой заразы по всей стране по средним школам. Если это удастся, то ЕГЭ однозначно за. Если это поползет, как это уже, к сожалению, в некоторых регионах, особенно южных, есть, то тогда, конечно, смысла в нем нет. Тогда смысла в нем нет. А почему считается, что сдавать экзамен по ЕГЭ проще и легче? Ну, это все субъективно, на мой взгляд. Проще, чем что? Проще, чем было раньше, проще, чем старые системы, чем вступительные экзамены проще. Ну, по каким предметам, как, по разным, по языкам у нас очень сложное, надо сказать, ЕГЭ. И действительно требующий и аудирования, и умения писать, в этом смысле, это не проще, чем было. По каким-то проще, но это же не имеет значения. Он же оценивает уровень подготовки по результатам средней школы. А приступительных экзаменных вуз, извините, ректору звонит, ну, условно говоря, чиновник высокопоставленный. И ЕГЭ никакого нет. И неужели ректор вуза не подчинится, не найдет способ, чтобы такой поступил? С таким сожалению об этом говоришь. Я очень рад, я клянусь, я очень рад. А скажи мне, пожалуйста. Потому что я к этому не буду иметь отношения. Бурю возмущения вызывает, когда говорят, что там нам не нужно столько преподавателей, нам не нужно столько учебных заведений. Вот Владимир Вольфович тут высказался, просто радио, все радиостанции можно было не включать, как говорили, в ближайшие дни, потому что все обсуждали именно это. Нам не нужно столько заведений, нам не нужно столько преподавателей. Про зарплату преподавателей я вообще молчу. Каждый шаг вызывает вполне, на мой взгляд, отчасти обоснованное возмущение. Что из этого обосновано, что нет. Сколько нам нужно учебных заведений, сколько нам нужно преподавателей. Должно ли быть высшее образование полностью платным? Кому-нибудь, где бесплатным? Где система образовательных грантов, уж если мы берем лучшие американские образцы или образовательных кредитов? Игорь, сразу столько вопросов. Давай, отвечай сразу. А я с Ириной начну, ты пока подумай. Хорошо. Конечно, нужно все источники комбинировать и соединять. Как? Как? На самом деле, к сожалению, в новом проекте закон об образовании, и тут мне жаль сказать, и все наши предложения о современных мероприятиях были отвергнуты. Наши вузы не имеют возможности взять кредиты и серьезно инвестировать. Они инвестиционно не работают. В этом смысле не могут стратегически себя предложить. Они сидят на игле текучки, текущего финансирования. Одной строчкой субсидии мы дадим, или по смете, значения не имеют, все равно это текучка. А сегодня современные университеты, это, конечно, инвестиционные решения, стратегические решения. И здесь нужно в обновлении и научных продуктов, и образовательных программ, и интеллектуальных продуктов, в которых можно выйти на рынок интеллектуальной экономики, креативной экономики. И это очень серьезно. Второе, страхование, страховые современные механизмы для университетов, для школ, для детских садов, которые позволяли бы развиваться. Мы зажали все возможные механизмы развития, их нет у нас просто. А почему? Ну, потому что нет согласия в обществе на это. Потому что есть опасения, что это приватизация, что это разрушит те или другие системы. И тем самым у нас все сидят на просто бюджетной бле, как в прокрустном ложе бюджетной отрасли. С одной стороны, да, с другой стороны люди справедливые опасаются, что тогда образование, причем даже среднее, будут получать только относительно обеспеченные слои населения. Почему? Государство очень много вкладывает. Бизнес мало, но может больше вкладывать. Семьи очень много вкладывают, они на пределе своих возможностей. Но они вкладывают, они софинансируют сегодня в объеме федерального бюджета. Да, по всем уровням. Да, федеральный бюджет это не более 20% от общих расходов на образование. Но 20% это софинансирование семей на всех уровнях. Из них половина в высшем образовании идет. В этом смысле ресурс семьи мы задействовали. Бизнеса, да, недостаточно. А вот ресурсы у будущего, кредитные, страховые, не студенческий кредит к тому или другому. Это, конечно, важно. Он заработает когда-то. Мы не создали эндаумент-фонды, которые законно 5 лет назад приняли. Они пока не начали работать. Это долгосрочная возможность. А кто тормоз? Костное общественное мнение? Нет, на самом деле недостаточно и законодательная база. Мы просто их не включили даже в новые законы. Нет, законодательная база это уже второй шаг. Сначала должен, понимаете, каждый шаг, который делается, удовлетворение даст соврать. Да, профессионального сообщества, определенная косность. Менталитет и так далее, консервативность определенная. Китайские вузы за счет чего вырвались? Конечно, за счет ресурсов будущего. Они все кредиты взяли. Да, они расплачиваются сейчас. Ну и что? Это проблема кредитных организаций. Но не китайских университетов, не в Шанхае, не в Пекине. Они впереди. Какие у них кампусы? А кампусы это другая организация образовательного процесса. Другая интенсивность. Коммуникации, научного поиска, проектов. Андрей, а что твоему вузу мешает развивать? Ну, есть некоторые вещи, которые действительно законодательно можно было бы поправить. Например, до сих пор действует, на мой взгляд, неправильный запрет на возможность инвестиционных соглашений между вузом и коммерческими структурами. Условно говоря, у каждого вуза, даже у нашего, есть определенный, не то что излишек, ну, запас там, имущество где-то, где-то земли. При нормальном подходе, это государство, это не мое, естественно, это Российская Федерация, но у нас настолько сложные процедуры вовлечения хозяйственных обществ в использование этих земель, либо надо все отдать. И получается, что мы могли бы направить действительно освободившееся, освободившееся имущество на развитие вуза. Ну, ты знаешь, это уже начнется история в конце 80-х, начало 90-х. Да, тут есть опять же риск коррупции и так далее. Когда ты открываешь любое государственное учреждение, а там сидят туристические агентства, юридические контроли. Безусловно. Вы правы, вопрос серьезный. Никто не говорит, что он простой. С другой стороны, если бы сделать эту процедуру прозрачной, просто ее облегчить, сейчас она почти невозможна в условиях моратория. То есть это была бы возможность для многих вузов, особенно региональных, кстати, которые не могут похвастаться созданием эндаумент-фонда. Ну, просто нет богатых выпускников. Ну, кто будет формировать эти фонды? Многие московские вузы не в состоянии позволить себе... А к маме кто-нибудь из таких очень богатых людей? У нас не так много великих выпускников, которые могут позволить себе в непрозрачную систему Я думаю, выпускников мои, наших пощипать вполне можно. Опять же, они должны быть уверены в том, что эти деньги... Ну, финакадемия, это было финуниверситету, теперь уже сделать легче. Они сумели найти такие. Опять же, мы должны и вузы, и законодательство обеспечить прозрачность финансирования вот этих фондов. То есть рубль, вложенный в развитие вуза, человек, который его потратит, конечно, должен быть уверен в том, что эти деньги будут потрачены. Вы все время говорите о деньгах, а о качестве образования вы не говорите. К сожалению, это связная вещь. Нет, почему ты не говоришь? Вот, например, я бы сейчас свернул горы, если бы у моих студентов был кампус, в котором были бы там вот такие вот технические решения... Ну, вовсе, наверное, хороший преподаватель. А? В первую очередь, конечно, нужнее хороший преподаватель. А где они, кстати? Для этого нужен эффективный контракт, для этого нужно платить достойные деньги. Старый фонд выбывает... Ну, уж, простите, там, фонд, я называю старый фонд, ну, да, преподаватели по возрасту выбывают, да, к сожалению, да, стареют. А притока новой крови, профессиональной, нету. Возвращать тех, кто живет на рубеже. А об этом мы поговорим после выпуска новостей. Ну, что ж, возвращаемся в студию, напоминаю, Андрей Николаенко и Ирина Абанкина. У нас в студию беседуем о российском образовании. И Андрей только что предложил вернуть преподавателей из-за границы. Я правильно расслеживал? Ну, это один из способов восполнения... Такие, знаешь, возвращательно-карательные отряды пошли. Только стимулирование. Ну, это как наш премьер-министр, бывший президент, в Давосе высказался, да, говорит, надо, блин, а было нам, сейчас бы мы его фиг выпустили. Правильно сказал, сейчас мы их должны еще и вернуть. Ну вот, так, много... Во-первых, давайте послушаем нашего радиослушателя. Кирилл, здравствуйте. О, здравствуйте. Здравствуйте. Да, я хотел бы задать вопрос. Я очень часто задаю людям, связанным с образованием, и ни разу не получил на него четкого ответа. У нас говорят о том, что нужно инвестировать, у нас готовишь поправить законодательство. Но при этом, ну, много кто говорит о том, что вуз сам по себе, как вообще, как хозяйствующая единица, это жутко неэффективная вещь. У нас на пятерых студентов приходится один сотрудник во многих вузах. Именно сотрудник, не преподаватель, а именно сотрудник. У нас там по десятку, по два десятка непреподающих проекторов. Никто не будет вкладывать деньги в структуру, которая, вот как губка, она дело поглощает, и вот и куда. А в чем вопрос-то? У меня вопрос в следующем. А есть какие-то планы у профессионального сообщества, может быть, у министерства, по реформированию вот такой операционной деятельности вузов, чтобы они стали эффективнее, ну, просто вот... В меньшем количестве людей достигался больше результатов. У нас преподавателей нет, но при этом у нас сотрудники там плана 17-х управлений в большом количестве. Проректором в большом количестве. Отвечает Александр Друсь. Андрей, отвечай. Я не могу за все сообщество ответить. Что касается нашего вуза, у нас не так много проекторов, у нас их семь. Есть, кстати, резервы для снижения этого количества. Таких единиц. Представляете, Ирина, сейчас про ректоры, мами, слушай, эту передачу хватает. У него там несколько пожилых есть, я знаю. Да, вы у меня были не раз в гостях. На самом деле, если даже взять оптимизацию нашего университета, который объединился с другими, если взять в сумме трех вузов количество проекторов, ну, их было там порядка 15. Их уже в два раза меньше. В каждом вузе этот вопрос решается по-разному. Не всегда про ректоры это неэффективная единица. То есть, ну, например, трудно сравнить с банковским бизнесом, но все-таки не могу не сравнить. В банках, например, вице-президент, это может быть, ну, и не то, что уборщицы, но, в общем-то, единица, с которой может вести переговоры в профессиональном сообществе. Иногда такой статус, если взять даже высшую школу экономики, дают людям только для того, чтобы они оптимизировали свою организацию с точки зрения повышения, как это ни странно звучит, статуса в переговорах. Поэтому все индивидуально. И нет такой, к сожалению, или к счастью, политики, министерства, чтобы вот сказать, вот, ребят, в вашем вузе их должно быть там три или пять. Конечно, ректор должен сам думать и принимать решения, исходя из той ситуации, которая есть. Не допускать раздувания управленческого персонала. Ирина, сейчас дам вам слово. С нами просто на связи есть еще один собеседник. Это ректор университета в городе Ариэль в Израиле, Михаил Зинеград. Михаил, алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Скажите, из вашего прекрасного или непрекрасного далека, как вам кажется, система российского образования в какой реформе нуждается, чего не хватает? Вы мне задаете такой вопрос, чтобы я сразу сделал оценку российского уровня, российского образования. Ну, я думаю, что вы еще по своей жизни в России имеете представление. Да, да, я скажу свое мнение насчет и прекрасного далека, как вы говорите. На самом деле, издалека это, может быть, немножко хуже видно. Я, да, я чуть больше 20 лет назад уехал из России. Я был в России профессором в Уральском политехническом институте. Была там кафедра у меня, были студенты, были аспиранты. Я уехал и какое-то сравнение я могу провести. Ну, во-первых, я хочу сказать, что, знаете, как всегда, свое кажется плохим, а другое, чужое, оно издалека кажется хорошим. Михаил, если можно покороче, вот просто пунктиром, что именно вам кажется? Да, да, пожалуйста. Да, пожалуйста. 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 Я не очень понял, сколько времени, поэтому я буду за вами идти. Во-первых, образование инженерное, с которым я ближе знаком в России, оно было неплохим, и вот пятилетняя система образования инженерная, она себя, мне кажется, доказала, и инженеры востребованы, российские, я не знаю практически ни одного места в мире, где не было бы так или иначе инженеров. Мне кажется, а издалека, как вы сказали, я бы ее не менял. И вот эта попытка скопировать двухступенчатую систему, которая на Западе, в том числе и в Израиле, она прижилась, и она традиционна, мне не кажется, что в России она эффективна. И даже если взять во внимание и Болонский процесс, и желание России, чтобы вписаться в этот процесс, если вы хотели бы более подробно, я мог бы сказать, какие я вижу здесь опасности. Да, если можно коротко, то скажите. Я считаю, что, конечно же, для выпускников и для тех, кто будет входить в систему, те вузы, которые войдут, или страна войдет в Болонский процесс, это значит, что идет процесс интеграции, может идти процесс обмена, грубо говоря, студент, который закончил определенную степень в России, он может формально быть зачислен в какой-то из европейских вузов, там и так далее, все это хорошо, опасность такая, что хорошие ребята, которые попадут в эти вузы европейские, лучшие из них, есть такая опасность, что они не вернутся, и эта вероятность довольно большая. И если вернутся, извините за грубое слово, не ликвиды, то цель достигнута не будет. А вы считаете, что вот те, кто к нам сейчас в большом потоку, я вижу очень много сотрудников, особенно в СМИ из Израиля, это все не ликвиды поехали, да? Я не знаю, я не знаю, я в веке, я не могу сказать, что я эксперт в этой области, так как вы меня спросили, я свое мнение. Скажите, а что бы вы лучше взяли на российский опыт из израильского опыта образования? Говорят же, что Израиль очень продвинутая страна, особенно в хай-теке, в инженерных специальностях. Ну, видите, если вы меня спрашиваете о хай-теке, то у меня есть ответ, ответ очень ясный в этом плане. Я скажу вам так, что даже приток ученых и преподавателей из бывшего Советского Союза существенно повлиял на состояние образования, высшее образование в Израиле, и в частности создание стартап-компаний, хай-теки и так далее. Израиль, как это вы правильно сказали, он впереди, так сказать, многих стран, но здесь речь идет о организации вузовской вообще работы по передаче вузовских разработок в промышленность. И здесь у Израиля очень богатый опыт, и я бы его... И у меня вчера была лекция в Миссисе как раз по коммерциализации вузовских разработок, и желание большое есть, и разработки хорошие есть. В России они всегда были, а нет умения квалификации и хорошего законодательной базы для того, чтобы их из разработок... Превратить в коммерческий продукт. Превратить в то, что можно продать, да, что можно запатентовать и продать. Что же касается образования, то мне трудно судить, я плохо знаю сегодня, как это происходит. Я знаю только, что проблема в России сегодня вузовская, это я вот в том же Миссисе, я его знал когда-то, там есть... Я встретил профессора, которому 86 лет, известнейшего профессора Тамилина, специалиста, но ему 86 лет. Теперь молодые ребята, талантливые... Ну это вот то, о чем мы говорим, да. А средины, а средины вот этой... Вот это нужна средина. Поэтому что я бы взял для того, чтобы это было? Нужны хорошие, прежде всего, хорошее образование, это хорошие преподавательские кадры, высококвалифицированные ученые. Для этого у нас идет новый университет, молодой, и мы отбираем эти кадры очень осторожно, тихонько. И такое правило в Израиле, что человек, который закончил аспирантуру в Израиле, и он хочет быть преподавателем, он должен побывать в одной, в нескольких школах за границей, то, что называется постдокторанской подготовкой. И это как бы условие... Спасибо большое, Михаил. ...того, что он вернет. Спасибо большое. Напомню, с нами на связи был ректор университета в Израиле Михаил Зинеград. Все те же проблемы, как видите, и обозначают. Середина отсутствует, есть пожилые, к сожалению, выбывающие, есть талантливая молодежь, которой некуда идти, коммерциализации отсутствуют, будет разрыв с реальной жизнью и так далее. Да, хотелось бы вот что добавить, отвечая в том числе на вопросы радиослушателей. Во-первых, сегодня есть уже дорожная карта по оптимизации, в том числе и в вузовском секторе. В этом смысле правительство об этом думает и тоже довольно сильное давление оказывает и на руководителей учебных заведений, чтобы они оптимизировались. Такая оптимизация невозможна без современных управленческих технологий, в том числе компьютерных технологий. И, конечно, их надо создавать и развивать, эти продукты, которые позволяют действительно оптимизировать бизнес-процесс внутри любой организации. Здесь у нас есть какие-то и возможности привлекать, и самим разрабатывать, но просто так сокращение администрирования, это оно не поможет. Второй момент очень важный, связанный именно с наукой, с научными достижениями и с возвращением научных достижений не только в коммерциализации, но, главное, в сами образовательные процессы. Это тоже очень серьезная работа, которая здесь должна быть сделана. Не согласно с тем, что выпадением из баллонского процесса, из академической мобильности преподавателей, студентов и так далее, можно решить те или другие проблемы. Она очень нужна. Но он не говорил, что можно решить. Он говорил о том, что... Если будет несоизмеримо, и пятилетние они как у них, тогда все будет хорошо, они никуда не уедут, потому что их дипломы несоизмеримы и не признаются. На самом деле специалитет у нас оставлен, приравнен он к магистратуре, право выбора вуза, по каким специальностям он идет на программы специалитета, а по каким на двухуровневая бакалавра магистратура. Гибкость здесь сохранена, но препятствия к академической мобильности — это взгляд назад, а не вперед. Вопрос, как создать привлекательные условия для того, чтобы те ребята, как и в Израиле, после двух-трех лет постдоков или докторанских полученных степеней возвращались, и им было бы интересно работать здесь, это вопрос очень серьезный. Кстати, ни в Израиле, ни в Китае он тоже не решен. К сожалению, да. И в Израиле есть свой большой итог кадров. Андрей, кстати, пишет, постоянная радиослушанница, в СССР не было кафедры теологии в физическом институте. Это хуже и опаснее, чем история КПСС. И при этом в СССР учили, они давали возможность учиться, как сейчас. Согласен, я против любой идеологии в высшей школе. То есть у тебя там православная церковь еще гнездо не свевает? Нет. А вот тебе не кажется, что на самом деле вообще общий фонд... У кафедры теологии это не православная церковь. Теология — это наука. Заведовщая кафедра, конечно, вызывает некоторое беспокойство профессионального сообщества. Ну, дай бог, чтобы там были альтернативные точки зрения на этой кафедре. Я пропустил, это профистех, видимо, имел в виду. МИФИ. МИФИ, да. То есть кто там заведующий кафедрой? Хотел показать на плечи один из руководителей Русской Православной Церкви. А ты погоны при этом хотел показать? Ну, я и ошибся. Надеюсь, я ошибся. Нет, в этом ты скорее всего не ошибся. Андрей, скажи, пожалуйста, а тебе не кажется, что вообще общая ситуация в стране? Умным стало быть немодно, ученым стало быть немодно. Я вот, кстати, посмотрю на журнал, прекраснейший журнал «Наука и жизнь», который прозябает. Да, и вот такие журналы. Ну, что прозябает? Ну, как прозябает, потому что... Ну, в аэропорту ты часто бываешь. Когда-то это же было... В руках у каждого второго он был. Ой, ну давайте не будем говорить. Он был в руках у каждого второго среди интеллигенции Москвы, тогда Ленинграда и нескольких крупных городов. Тогда Свердловска, Новосибирска и Томска. Не надо думать, что в каждой деревне он был. Я ездил очень много по стране, не было никогда. Я по Подмосковью проехала, я не видела ни одной книги, в руках ни одного человека. А техника молодежи. Квант, техника молодежи, прекрасный журнал. Сейчас тоже есть довольно химия и жизнь. С прекрасными рисунками лучших наших художников. В руках у каждого подростка в Москве. В Москве, я сейчас не говорю. И тоже не у каждого. Ну, практически, практически. Даже в Москве и то не у каждого. Мы в разных, может быть, тоже живем. Во-первых, да, я чуть постарше, Андрей, но я просто помню, что я даже первый раз, когда в санаторий там в школе поехал, сидели мальчики, читали эту толстую химию Глинки, да. Вроде общий интеллектуальный уровень, может быть, был больше. Ученым было быть выгодно. Знаете, у нас сейчас и в химии хорошие результаты, мы в командах, победителях среди школьников, по химии, в этом году вернули себе второе место по информатике. Колоссальный рывок наших ребят. Очень рады за нашу команду и очень жаль, что не поддерживаются эти успехи. У нас действительно есть успехи на международных олимпиадах школьников. Ну, не стоит, конечно, говорить, что у нас все хорошо. А почему об этом никто не знает? Вот почему не знает, это другой вопрос. Но мне кажется, что как раз победу по информатике все-таки обсуждали. А по химии у нас неоднократные победы. Вот буквально через минуту в студию вернемся после выпуска новостей, если вы не возражаете. Ну что ж, возвращаемся. Напомню, Андрей Николаенко и Ирина Абанкина у меня в студии. 65 10 99 6 телефон нашего эфира. Звоните и голосовалка 55 33. Русская буква А, если вы считаете, что российское образование улучшилось за последние годы. Б русская буква на тот же короткий номер 55 33. Если ухудшилось, и на этот момент 100% считает, что ухудшилось. Андрей, а почему действительно возвращаем? Мы ничего не знаем при соревнованиях. Мы не пиарим... Как там было это сказано-то? Мы перестали лазить в спальню к любимым женщинам, совершать... Мы перестали пиарить. Почему модно читать гламурные журналы, идеалом становится какой-нибудь гламурный эстрадный гей, а не бородатый вонючий физик гений? Ну почему не Перельмана, например, пиарят? Вот в журналы... Хотя вы с романом кого-то... Вы знаете, про Перельмана несколько раз говорили, а вот на самом деле про другого нашего лауреата, Акунькова, который тоже получил медаль Филдса. Да, он работает в Принстоне, закончил Мехмат, но он на эконом-факе очень много приставил. Да всех надо пиарить. Приезжает каждый год. Соревнования-то надо пиарить. Вы говорите о единицах. А мы массовое движение. Так или иначе, модно надо стать бородатым вонючим физиком. Я уловил, о чем говорит Игорь, о том, что мы должны воспроизводить не только единицы талантливых и великих людей, что тоже надо делать, но мы должны создать некий тренд. Мы должны сделать так, чтобы наши выпускники, вот я сейчас говорю об инженерных вузах, должны учиться в условиях творчества. И творчество не в каком-то примитивном понимании этого слова. Есть большое количество действительно международных студенческих, соревнований. И, к сожалению, это наш недостаток. Я считаю, министерство здесь должно активно стимулировать вузы к участию каждого высшего инженерного, высшего учебного заведения в инженерных соревнованиях. По любому из направлений. Их десятки. Часто компании организовывают именно такие олимпиады. Это объективность. Это объективное судейство. Это качественные соревнования. Это прозрачные правила. Здесь нет коррупции. Здесь все зависит от студенческой команды. Там даже преподаватели минимально участвуют в этом движении. То есть задача ректора создать условия в каждом инженерном вузе, чтобы было хотя бы там 2-3 команды, которые участвовали бы в международных соревнованиях. А вообще задача... Подожди. Международных, но почему их не проводить на территории России? Вот я сейчас к этому... Почему нам вместо олимпиады в Сочи не провести олимпиаду мозгов? Во-первых, они украсть будут меньше. У нас есть такие олимпиады для школьников точно. А почему? Украсть можно везде и всегда. Под профессиональный. Чувствуется профессиональный. Как воспринимать? Как шутку. Игорь, конечно, задача... На мой взгляд, нужно делать российские этапы международных соревнований. Вот есть, например, международные соревнования «Формула студент». Участвуют уже 9 российских вузов. Каждый из них, кто попадает в эти соревнования, например, в Германии, имеет свой рейтинг. И здесь есть всегда стимул совершенствоваться. Это же не какая-то премия правительства, где ты получил и все. То есть здесь каждый год ты можешь улучшать свой рейтинг. То же самое любые рейтинги вузов, о чем мы сейчас говорили, пока были новости. То есть речь идет о том, что надо создать такие условия, и это можно сделать за относительно небольшие деньги, чтобы в каждом высшем учебном заведении была команда, проектная команда, проектное обучение. Это уже интересно. Это на стыке разных направлений подготовки. Ребята собираются и делают свой проект. Вот это классно. И вот это залог, может быть, в какой-то степени будущего инженерного образования. Просто всяческим способом стимулировать студенческие инженерные проекты. А у нас инженерам вообще быть не модно. Не умным, не инженерам модно быть. Уже модно. Потому что, ну, во-первых, перекос был. Это всем известно. Экономистов, юристов. Но, кстати, их-то тоже на рынке нет качественно. Огромное количество людей в советское время ходили за высшим образованием как просто за корочкой. Потому что без высшего образования... Ну, а что? Что вы на меня так смотрите, Ирина? Да, так... Было не так много. Доступность была меньше, кстати. Намного меньше. Доступность была меньше. А сейчас они зачем идут? Потому что без высшего образования нормальной работы не получат. Любой человек... Ну, не только поэтому. Просто потому что есть возможность действительно счастливо прожить студенческие годы. За государственный счет в основном. А иногда и за свой. Но все равно. За свой меньше получают. У нас не выходят школьники на рынок труда. И в этом, кстати, одно из богатств страны. Что мы можем позволить нашим ребятам выходить на рынок труда Почти каждому получить высшее образование. И вообще создать себе... А, но надо ли каждому высшее образование? А почему бы и нет? А почему не среднее и специальное, когда в стране не хватает рабочих, профессиональных рук? Знаете, вот когда мы про это говорим, всегда хочется задать вопрос. А своему сыну мы что желаем? Своей дочери. Чтобы они кем стали? Кем работали? Какие жизненные планы реализовали? А насчет желания... Вы знаете, я желаю одно, а... И многие могут. Надо создать все условия, чтобы они... Нет, я сейчас не про то, что могут. Но я бы вот так, если честно, глядя на... Какая разница, с кем ты работаешь? Сейчас или потом? Работать не всегда... В высоко технологичном производстве и руками-то меньше люди работают. Правильно. А ты много ли у нас знаешь людей, которые... Помнишь, как был советский Станкищич ЧПУ, да? У нас вот этих кадров всегда не хватало. Не тех, кто... Ну, сегодня и газосварка, это работа на компьютере. Но если у него будет высшее образование, это не станет смертельно. Но вы поговорите с любым человеком, профессионалом, который работает на стройке, на заводе. Он вам расскажет, что на стране не хватает управленцев со средним специальным образованием. У нас вообще в любой, даже в том же Сочи, не хватает горничных, например, да? Которые со знанием иностранного языка. Как они собираются проводить Олимпиаду без этого знания? Вот это все нарушено. Сегодня очень серьезная подготовка идет на волонтерских основаниях, именно знания иностранного языка, технологиям гостеприимства. А потом, когда они все уедутся, у нас тоже волонтеры будут работать горничными? Рабочими у нас, водителями троллейбуса, кто будет работать? Работают волонтеры не горничными, а теми, кто помогает освоить язык и технологии гостеприимства. Ну, если у нас, как говорится, когда там из Сочи, они все потом уедут, дай бог, спортсмены еще, дай бог, если приедут. А потом останутся же у нас гостиницы, будут стоять стадионы, у нас же будут международные соревнования. Ну, прекрасно. Ирина, послушайте, я за день до того, как объявляли результат, что Сочи останется в столице. Вы уже знали, Игорь? Нет. Во-первых, я на вы от испуга перешел. Нет, дело не в этом. Я в этот момент был в одной из сочинских гостиниц, как раз в Сочи был в командировке. Я видел, как персонал реагировал, только бы не у нас, только бы не у нас. Никому это не... Дело не в этом. У нас неподготовленные кадры работают на всех уровнях, от самого низкого до самого верхнего. И говорить про что нам нужно, высшее образование, когда в стране полностью разрушено среднее и специальное. Высших-то полно. У нас есть среднее, специальное и высшее. Главное, что нам образование нужно. Человек должен совершенствовать в течение всей своей жизни. Так что ничего в этом страшного нет. Если горничный будет с высшим образованием, это лучше, чем если будет ректор за средним. Нам не нужно столько горничных с высшим образованием в стране, сколько кадров вообще высших. Я жириновским поработаю. Нам нужны цивилизованные образованные горничные, владеющие технологиями. Безусловно. А еще нам нужны замечательные ученые, которые имеют возможность. Несомненно. Это разные программы и разные обучения. А еще нам нужно, чтобы у нас люди, профессионалы. Тут, кстати, было еще одно письмо, да? Чему может научить теоретик. Я его сейчас зачитаю. Как Галима-теоретик может чему-нибудь научить? Имеет два высших образования. Первое юридическое, полученное в конце 90-х. Преподаватели на 100% все практики были. Действующие судьи и прокуроры. Второе экономическое в 2010-м. Это просто ужас. Люди, не имеющие к реальной им профессии никакого отношения, не понимающие в ней ничего. Откуда, почему? Вот кто пойдет преподавателем в ВУЗ вот сейчас? На какие деньги? Это, кстати, во всем мире вопрос. Как привлечь людей опытных, имеющих реальное участие в тех или других бизнесах, научных сферах, умеющих создать этот продукт, к передаче своего опыта? Его уже нужно отслоить, обобщить, его нужно превратить в образовательную программу. Это не так просто. Знаете, недержания его жизненного опыта у нас тоже хватает. Не в этом суть. Недержание жизненного опыта? Да. Клевая фраза какая-то. Спасибо. Дело в том, что должны быть современные образовательные технологии. Я сейчас работаю с очень молодой командой ребят, они много где уже работают, у которых образовательные симуляторы. В разных отраслях, в нефтянке, в атомной, в том числе в образовании, в здравоохранении. Это абсолютно молодые команды, которые научились очень точно, очень серьезно симулировать, то есть моделировать в компьютерном и вентуральном пространстве основные процессы, происходящие в реформе образования, в реформе здравоохранения, атомной отрасли и так далее. Это совсем молодые ребята, но они создают очень современный продукт, очень востребованный. Это командная работа. Мы собираем директоров, которые вот три года назад не владели компьютерами, а так, чтобы принимать по 150 в течение одного рабочего дня управленческих решений командных, на компьютерах этого не было. Но они сегодня могут это делать, а учат молодые ребята. Они все ровесники моего сына, им по 20-25 лет. Это же единичный случай. Но они есть. Но возьмите вот в целом. Они есть, эта команда известна. Посмотрите, как бы таким романтическим взглядом в западных университетах, в восточных, в том же Сингапуре, да, профессор это почетная должность, преподаватель в университете. Нам не в почете дело, на мой взгляд, не работать. В комфорте жизни, да, то есть поехать профессором в тот же Принстон, в маленький скучный Принстон. Это все равно очень стрессовая должность. Тем не менее. Инсультальная работа все равно очень стрессовая. Видите, если человек, Андрей, не в обиду сказано, если человеку скажет, пойди, поработай сейчас, попреподавай в МАМИ или езжай профессором в Принстон, он, скорее всего, по ряду причин, комфорта, зарплаты и всего прочего выберет Принстон. Если он не издаст статью в рецензируемом, высоко котируемом международном журнале, будучи профессором в Принстон, ему никто не продлит. А к высоко рецензируемому. Никто не продлит. Пока у нас осталось две минуты, мы не успеем разговориться. Скажите, по минутке, дорогие мои, как вы относитесь к реформе ВАГа? Нужен ли нам сейчас ВАГ? Я считаю, что нет. Нам надо вообще модернизировать систему присуждения ученых степеней. Ученых званий делать это должны не чиновники, профессиональное сообщество. Только принципы профессионального сообщества, ответственность за, в этом смысле, качественность результатов своих коллег может дать нам здесь позитив. Чиновники здесь ни при чем. Они не смогут делать. Они 10 лет это не смогли. Они в советские времена это не могли. Ирина, а как вы оцениваете, вот за эти годы процент действительно сейчас, это огромный скандал с фальшивыми диссертациями, с плагиатом, процент в общем потоки, сколько их всего? По разным специальностям, по-разному. Ну, в среднем. Ну, он высок. В информационном обществе, конечно, по отдельным специальностям, в том числе по педагогике, очень высок. Ну, примерно, очень высокие это сколько, 50% в среднем? Ну, не меньше. Не меньше 50% фальшивых диссертаций? Ну, они не фальшивые, они очень низкого качества. Ну, хорошо, с плагиатчиной. Да, компиляции из разных. Андрей? Что? Тот же вопрос, что нам делать с ВАКом? С ВАКом? Ну, может быть, это будет крамольная мысль. Я бы ВАК упразднил. ВАК упразднил и передал все полномочия в высшее учебное заведение. И только работодатель или профессиональный заведение, что потом скажет, достоин ли профессор, получивший в том или ином ВУЗе свое звание, быть профессором. Так это делать в той же Америке, в тех же других странах высших учебных заведений, которые присваивают PHD или там профессорские... Как и диплом вы получаете, так и корочки кандидата наук. Десяток, другой, ну, может быть, три десятка. Также, я думаю, рано или поздно будет у нас. Поэтому я рассматриваю наличие таких структур, как некий переходный период. Ну, то есть будет как с академиками. Академик Российской Академии Естественных Наук, да? Ну, район, да. Само профессиональное сообщество должно сообразить, что что-то тут нечистое. Вы знаете, PHD, полученное в Гарварде, как-то не нуждается, чтобы какой-нибудь ВАК в Америке это подтвердить. Ну, то есть вы считаете, что у нас не будет PHD, полученное в МГУ, подвергаться никаким сомнениям. И наши чиновники, которые получали... Это тоже зависит от факультетов. Это серьезный вопрос. От факультетов. Работают бренды и репутации. От репутации руководителей этих факультетов. Ну, скажи мне, а в экономике, хоть, Андрей, меня порадует, в машиностроении такой процент не столь высок? В экономике машиностроения? Нет, в экономике и в машиностроении. В экономике он явно выше, в машиностроении, я думаю, он относительно невысокий по сравнению с гуманитарными направлениями. Ну, порядок в процентах, скажи, в экономике сколько у таких левых диссертаций? Ну, трудно сказать, я бы оценил это в четверть. Вы знаете, я сошлюсь на работу Александра Либермана, который сделал наши диссертации докторские по экономике, сравнивал с... Буквально пять секунд. ...американцами. Мы просто не в тренде современных научных вопросов. Спасибо. Напомню, на студии был Андрей Николаенко, ректор МАМИ и Ирина Абанкина, директор Института развития образования Высшей школы экономики. И я, Игорь Виталь, завтра услышимся в то же время.